Музыка не может считаться только зоной симфонического оркестра. Музыка, это богатство невероятное, между прочим, и русский бытовой романс, ну, кстати, вот из тех, которые так любят на нагверцители петь, и камерная инструментальная музыка, и вокальная музыка, и театральная музыка, и прикладная музыка. Все это музыка, и все это невероятно безбрежно. Итак, музыка, штука невероятно широкая, музыка, эта зона громадная, и, честно говоря, внутри этого широкого музыкального искусства есть и свои приоритеты, есть свои какие-то, знаете, ну, уже устоявшиеся дворянские титулы, ну, так что ли скажем, да что там дворянские. Не задумывались, почему один из самых распространенных инструментов, музыкальных инструментов, называется рояль. Это его в знак почёта назвали, что в переводе с итальянского означает королевский. Так вот, есть ещё один король музыки, да, наверное, выше, чем рояль. Уж не знаю, императором его назвать, не придумали ещё, но это симфонический оркестр. Когда зародился оркестр, ну, знаете, сначала, хоть коротко, но я скажу, а когда зародилась музыка вообще? А как только люди слезли с деревьев? Как только из обезьян стали получаться уже люди, люди стали получаться, как вы знаете, в процессе трудовой деятельности. И неважно, что на первых порах эта трудовая деятельность сводилась к тому, чтобы найти палку по загогулисти, чтобы ей удобно было плоды сдёргивать с деревьев. Во всяком случае, это было уже приспособление определённых инструментов для выполнения определённых производственных задач. Но пока обезьяна была одна, она могла ни с кем не переговариваться ни по поводу фруктов, ни по поводу палки. Но когда, но поскольку труд всегда процесс коллективный, ну, поначалу мало коллективный, потом это расширяется, то возникает потребность в общении, и появляются как бы специалисты этого общения, которые могут движениями, а потом и танцем, которые могут криками, а потом и словами, которые могут отдельными интонациями, а потом и музыкальными интонациями, которые аналогично по изобразительным искусствам, по архитектуре, там и так далее, и так далее. В общем, это появляются специалисты, ну, скажем так, коллективного общения и коллективного управления. В музыкознании мы называем этот период синкретизмом, То есть тогда, когда еще не было по отдельности ни слова, ни интонации, но все это вместе уже было, а потом постепенно начинают собираться уже двое музыкантов, трое музыкантов, группа музыкантов, которые уже коллективно объединяясь, начинают что-то исполнять. — Хотите смейтесь, хотите нет. Это был первобытный, но уже оркестр. Вот правда, можно ли его назвать симфоническим? Я уж не знаю, согласились бы вы слушать эту музыку сегодня, я, например, побаиваюсь. — Ну а мне есть на кого сослаться. Я могу сослаться на замечательного французского писателя-фантаста Жюля Мерна, на его знаменитый роман «Дети капитана Гранта». Паганель услышал какие-то там дикие крики то ли птиц, то ли животных, а может быть местных абориенов и сказал, «Боже, ты мог! Так это же настоящий оркестр! Может быть этот оркестр даже не хуже той современной музыки, которую она теперь исполняет». Но это все предыстория. Реально музыка, реально сам оркестр появляется намного позже. И поначалу появляется летний оркестр, поначалу появляются отдельные ансамбли, в чем, знаете, с конкретными прикладными функциями. Ансамбль для того, чтобы спеть, ну, во время какого-нибудь богослужения. Можно христианского, это не играет роли. Главное, что для исполнения каких-то коллективных собраний использовалось и музыкальное сопровождение, которое сначала один музыкант, два музыканта, три музыканта, ансамбль, и через какое-то время начинает возникать уже большой оркестр. Но к этому еще нужно добавить, что настоящий современный симфонический оркестр все равно не появился бы, если бы не были отработаны те инструменты, к которым мы привыкли в современном оркестре. Каждый из этих инструментов, точно так же, как весь оркестр, имеет корни в самом далеком прошлом. И одновременно каждый современный оркестр уже не похож на то, что было тогда. Свирель была у славян практически давно. Флейта у греков очень давно. Кантеле у финнов. Это такая рама, на которой натянута много-много струн, причем каждая нота это только одна струна. Все это появлялось, да, да, и арку я могу назвать, и гусли я могу назвать, и все что угодно. Но постепенно, путем усовершенствования, стали появляться инструменты, которые называли первоначально виола. Виолу поменьше стали называть виолино, маленькая виола, виола ребенок, виола подросток. Разрабатывается группа этих инструментов и совершенствуется. И потом появляются виртуозы экстра-класса, как, например, Корелли, как, например, Паганини, как, например, и в наши времена, я могу называть, блистательных, Ойстраха, да и многих других. Развиваются духовые инструменты. Но оркестр-то начинается только тогда, когда возникает особая потребность в коллективном исполнении. А эта потребность первоначально была, ну, скажем прямо, только прикладной. Первые оркестры возникали, нет, не при церкви. Церковь не любила, когда богослужение прерывало, ну, какое-то небогослужебное звучание. Один из первых оркестров стали возникать при дворах влиятельных особ. И для них это была попытка выявить себя, так сказать, особенно образованными, особенно культурными. Начинается это примерно в 15 веке, впрочем, некоторые корни были и раньше. Особого расцвета достигает в 16 века. Но на первый из расцветов, которого достигает оркестр, пока его еще не называют, симфонический. Но потом уже начинают и называть. Значит, первого расцвета это достигает уже в веке 18-м при жизни Иоганна Себастьяна Баха. Но пока мы еще не отошли от музыки прикладной, я хотел бы вам продемонстрировать первую из симфонических иллюстраций, которые я... Иоганна Себастьяна Баха Иоганна Себастьяна Баха Иоганна Баха Иоганна Себастьяна Баха Иоганна Баха Субтитры создавал DimaTorzok Фильм, который поставил кинорежиссер Михаил Шлейцер, назвался точно так же «Время вперед». Музыку писал Георгий Васильевич Сверидов. Георгий Васильевич Сверидов Я обязательно скажу еще одну важную вещь про Римского Корсакова. Мало того, что это моряк в молодости, мало того, что это совершенно замечательный композитор, как, надеюсь, видно, ну хотя бы по маленькому отрывку из только одного произведения, это был еще самый лучший учитель-композитор в XIX веке, а может быть и не только в XIX веке. Симфоническую музыку называют самой обобщенной из всех музык. Музыка – это вообще обобщенный вид искусства. Музыка вообще редко тяготеет к изображению чего-нибудь конкретно наглядного. Я вот сослался на то, что римский сам считает, что это может выплывать корабль Сильбада. А если я вас возьму, Элману, что это не корабль плывет, а что это, ну, какое-нибудь другое такое, знаете, движение. И спора особенного ведь не получится. Каждый горел представлять, как захочет. Нет, музыка не самая сильная, симфонический оркестр не самый сильный инструмент для того, чтобы передавать детали окружающего нас мира, зато у него есть другая и просто могучая сила. Оркестр умеет передавать наиболее главные, наиболее мощные, наиболее крупные переживания и одного человека. А поскольку это оркестр, то он может передавать масс, коллективов, людей. Если хотите, это голос общества. Хотя, может быть, не все в обществе в состоянии этот голос расслышать. И примером тому и трагические симфонии Чайковского. А ведь он писал в то время, когда трагизм нашего русского государства, ощущение, что неладно что-то в русском королевстве, это перефразировка из Гаврида Шекспира, вот это уже ощущалось, и от этого болело сердце, в том числе у Чайковского. Случайно ли его современник Генри Гейн сказал, «Если мир расколется пополам, то трещина обязательно пройдет через сердце поэта». Случайность или нет, что симфонии Бетховена и вообще музыку Бетховена, это примерно на полвека раньше, назвали отражением и порождением Великой Французской революции. Прямо скажем, это упрощение. Далеко не все у Бетховена обладает вот этим гигантским напором. И в конце концов, затеяв самоубийство, идея легенштадтская, он писал, не из-за идей Великой Французской революции, но и то, что Бетховен ощущал, нет-нет, не то, что следующего императора будут звать Наполеон. Нет, не то, что Робеспьер устроит вакханалию с рубкой голов на гильотине. Он ощущал порыв, необходимость перемен, и необходимость, если хотите, жестко, вплоть до трагедии, вплоть до похоронного марша. Но от идей своих не отступать. И в этом смысле, был ли он выражением Робеспьера или Наполеона, не знаю, но отражением тех побуждений, которые породили заодно и Великую Французскую революцию, он был.